Мы сегодня тут собрались по очень интересному поводу. Мы накопили картон. Очень хотели бы его не просто выкинуть и сжечь, а утилизировать. С картоном все очень просто. Возим мы его на большой машине, которая может его прессовать внутри себя. Таким образом, его намного помещается. Некоторые организации, которые работают с нами по договорам утилизации этого самого картона, сами привозят его к нам при помощи техники. У кого-то мы забираем, так и будем забирать у вас. После этого он превращается в огромные кубы по 630 кг весом и отправляется на дальнейшую переработку. Из картона делают телевозу. Наверное, всем понятно, не нужно говорить, что это картон не пищевой. Он не пойдет уже в упаковку для продуктов. Из него делаются снова упаковочные материалы, из него делаются топливные брикеты. И сейчас у нас на Камчатке, возможно, в скорости появится производство специальной упаковки из переработанного картона. На Камчатке абсолютно реально заниматься производством очень разным. И мусор, ну это такой материал разноплановый. Там огромное количество компонентов, из которых можно было бы что-то производить. И разумеется, это производство для внутреннего рынка, потому что здесь, в Камчатке, наружу дорого. Но, тем не менее, у нас и у самих потребности достаточно большие. И не так давно вот у нас появилось некоммерческое партнерство под названием «Экотехнопарк» по нашей инициативе. Ну вот, в него уже вошла плавильня на сегодняшний день. В рамках этого партнерства уже мы перерабатываем автомобильные покрышки. Благодаря администрации Камчатского края и личному губернатору еще раз ему за это огромное спасибо. И количество этих производств внутри проекта, оно может расти чуть ли не бесконечно. Разумеется, на все это нужны средства, на все это нужны специалисты. У нас собственных ресурсов не хватает, поэтому мы очень хотели видеть новые предприятия внутри этого образования. Да, в ближайшее время мы тоже как раз организуем «Экокселератор», всех приглашаем присоединиться. Подскажи, пожалуйста, кроме картона мы сдаем бутылки. Мы знаем, что, мы планируем обзать бутылки, мы знаем, что по городу расположено много контейнеров от вашей компании, которые вы тоже собираете в Татару. Расскажи, пожалуйста, как это делать более правильно, да, и что с ними тоже происходит с пластиковыми бутылками? Вот эта бутылка из материала, который называется PET, но PET- это аббревиатура, полиэтилен-терифталат, складывается в эти самые контейнеры. После этого все это приводится к нам на завод и сортируется по цвету. В некоторых производственных тенях отделяются отдельно крышки, отдельные этикетки, в некоторых моются сами бутылки, в некоторых они сначала превращаются в хлопья, хлопья калибруются. И, например, из этих хлопьев делается утеплитель для синтетических куртов. Как поступать, собственно говоря, горожанину, который хочет вот эту самую бутылку выносить правильно? Поскольку мы складываем в контейнеры емкостью 1,1 кубометра, если бутылки вот так вот выбрасывать, то достаточно быстро контейнеры наполняются. Поэтому для нас удобнее, если вы открутите крышку, бутылку вы таким образом сомнете, после этого крышку вновь закрутите, получается экономия объема примерно в 3 раза. Так нам меньше работы, а наша техника, соответственно, будет меньше углеродный свет оставлять. Но, если вы знакомы, например, с нашими коллегами из проекта Плавильня, которые знают, что делать из вот этих самых крышечек, крышечки вы можете откручивать и сдавать. Ну, не лично им, конечно, не непосредственно им, но куда-то на пункты сбора. Это тоже, конечно, очень эффективно. Для нас это меньше работы. Ну и часто спрашивают, снимайте этикетки. Ну, в условиях Камчатки на сегодняшний день этикетки снимать не нужно, просто потому, что бутылки у нас перерабатываются таким образом, что они потом отделяются от этих смесей. Ну, возможно, мы когда-нибудь дойдем до уровня, например, Японии, где выбросить под бутылку – это сложная задача, состоящая из некоторых отдельных операций. Крышку открути, этикетку сними, бутылочку помой, крышку в один контейнер, бутылку в другой, этикетку, соответственно, в третье. Вот скажи, пожалуйста, еще тоже такой вопрос. Что делать предприятиям подобным нашим? Вот мы собрали пять пакетов бутылок, как нам более правильно на этот взгляд поступить? Вопрос очень хороший. В них к вам в контейнер их высадить? Вопрос очень хороший, очень правильный. Дело в том, что абсолютно весь мусор, который производит город Петропавловск-Камчатский, а его у нас около 200-250 тонн ежедневно поступает нам на сортировку, абсолютно весь этот мусор, он поступает на сортировочную ленту. В том числе и тот мусор, который мы собираем в кавычках раздельно. Потому что кто-то подходит к этому со всей социальной ответственностью, как говорится, и выбрасывает в контейнер чистую помутную бутылку, и даже крышечку снимает и этикетки убирает. А кто-то в этот контейнер, гуляя с собакой, выбрасывает собачий пакет. И контролировать это для нас никак невозможно, поэтому мы сортируем даже то, что до нас, ну, вроде бы, как уже отсортировано. Таким образом, если вы на любую контейнерную площадку захотите выбросить вот эти самые подбутылки, которые у вас собраны, ну, допустим, в обычные мешки, и положите их рядом с мусорным контейнером, они неизбежно к нам попадут, и дальше их судьба не будет ничем вмещаться от того, что вот вы сами красиво рассортировали и тщательно собирали. Но это поможет вам быстрее. Разумеется, да. Наши трудозатраты при этом очень сильно уменьшаются. Да. Ну, и подскажи, пожалуйста, крайний вопрос, наверное, вот перспективами, которые ты видишь в развитии переработки вашего предприятия на Камчатке. Ты уже упомянул Экотехнопарк, возможно, что-то есть еще. Приглашайте кого-нибудь по себе. Приглашаем, приглашаем всех желающих. Будем очень рады видеть коллег по шефу, скажем так, в этом интересном, в общем-то, деле. Компонентов, которые из мусора извлекаются, их огромное количество. Одного только пластика, ну, 4 основных вида и еще подразделов там много-много-много. Из каждого из этих видов пластика можно что-то производить. На все это, как я уже говорил ранее, нужно строить автоматизированные, либо автоматические линии, которые требуют разных ресурсов, которые требуют обучения специалистов, которые требуют набирать штаб. И стоимость такой линии, ну, она, как правило, от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей. Поскольку направлений очень много, работать по всем направлениям мы не можем. Нам на это не хватает ни сил, ни денег, ни энергии, ни территории. И для некоторых видов производства, ну, скажем, нужен такой ресурс, как вода и канализация. Для некоторых не нужен. И в связи с этим, конечно, мы объять необъятное не можем. Но поскольку людей, которые проявляют интерес к этой теме, в том числе и в производстве, огромное количество, нам бы очень хотелось со всеми ними сотрудничать. Потому что у нас есть для этого, ну, не бесконечный, но очень серьезный ресурс. Вот в виде всего того, что вы нам предлагаете. И сортированный мусор, и не сортированный. Большое спасибо тебе.